Всем привет! Сегодня у нас видео в новом формате. Мы будем обозревать не двигатели, не автомобили, а будем обозревать автомобильные регистраторы с радар-детекторами. Кто не знает, это такие штуковины, которые вешаются на лобовое стекло автомобиля и записывают видео в дороге и не только. Плюс буквально все из них предупреждают вас о радарах и камерах скорости. Я сам никогда в жизни не обозревал видеорегистраторы, но столкнулся в жизни с тем, что скорее всего мне надо такое устройство. Вдобавок зрители и мои друзья спрашивают, какой видеорегистратор выбрать. В общем, я решил разобраться с этой темой и планирую составить рейтинг видеорегистраторов с радар-детектором. С чем будем иметь дело? Здесь у нас 7 современных видеорегистраторов. Эти устройства можно купить практически в любом магазине. Все их можно назвать комбинированными, потому что они и видео снимают, и предупреждают вас о засадах и камерах скорости. Они в разном ценовом диапазоне. Например, вот этот Mi View i88 стоит 170 долларов либо 15300 российских рублей на сегодняшний день. И вот этот инспектор Atlas самый дорогой – 330 долларов либо 29700 российских рублей. Итак, я ознакомился со всеми современными тенденциями в сфере комбинированных устройств, и это заняло у меня не один день. Как оказалось, все свежие и самые функциональные видеорегистраторы с радар-детекторами имеют сигнатурный радар, который отсеивает помехи и не беспокоит ложными срабатываниями. Вместе с этим имеет значение дальность обнаружения радаров и, конечно, качество видео в любое время суток. Самые напичканные комборегистраторы оснащены Wi-Fi и имеют приложение для установки на телефон. Сразу отмечу, что все устройства из нашего набора опираются на базу стационарных камер фотофиксаций. Эта база обновляется производителями, но способ закачки этой базы на устройства разный. Постараюсь вам дать максимум информации и в видео мы вставим записи с регистраторов, чтобы вы понимали, какую картинку они выдают. Ну что, давайте начинать. Я решил, что мы будем начинать с самых дешевых и переберемся к самым дорогим видеорегистраторам. В конце видео мы рассортируем эти регистраторы не по стоимости, а по возможностям и характеристикам. Итак, как мы уже говорили, самый дешевый в нашем рассматриваемом ассортименте — это вот такой вот регистратор MiView I88. Итак, начинаем распаковку. Здесь у нас в комплекте руководство пользователя, затем сам регистратор, присоска и кабель питания. Регистратор MiView I88 компактный, хорошо собран, экран крупный, диагональ 2,7 дюйма. Отмечу, что все четыре клавиши для перемещения по меню находятся на правом боку корпуса. То есть, относительно водителя они в слепой зоне, если принимаем в расчет установку регистратора рядом с зеркалом заднего вида на лобовом стекле. Но кнопки разные на ощупь тактильно можно распознать нужную кнопку. Как я узнал, это устройство MiView I88 продается уже не первый год, поэтому за качество видео здесь отвечает матрица Sony IMX323. В принципе, хорошая матрица, откровенных минусов у нее нет, она используется еще повсеместно для видеонаблюдения. Есть функция расширенного динамического диапазона, VDR снимает Full HD, 30 кадров в секунду, угол обзора 140 градусов. Но эта матрица на сегодняшний день уже не, как говорится, топчик. На этапе ознакомления меня смущает вот эта вот вакуумная присоска, которая крепит регистратор к лобовому стеклу. Дело в том, что вот эти вакуумные присоски имеют свойство при сильном перепаде температур отклеиваться. То есть, при сильной жаре, либо же при первых сильных морозах, вы такие приходите и обнаруживаете регистратор, если не упавшим, так висящим на проводе питания, если провод питания заправлен за обшивку и там закреплен. Что еще можно добавить? Базу стационарных камер надо скачивать на сайте производителя, затем переписывать на флешку, а затем переносить на вот это устройство. Резервный источник питания — это литий-полимерная батарея, которая встроена вот в это устройство. Для того, чтобы просмотреть видео, записанные с этого регистратора на компьютерах с Windows или Mac можно установить специальное ПО. Но никаких приложений, чтобы просмотреть видео на смартфонах, почему-то не предусмотрено. Ну что, погнали протестим этот регистратор. МИО заметил камеру, но заметил ее всего лишь за 236 метров. Вот и все. Это самое дешевое устройство как по виду, так и по начинке. То есть, кнопки управления у нас справа. Да, интуитивно, да, можно разобраться. Но графика нулевая. Ну, очень бюджетный вариант. Ну, а теперь посмотрите качество видео днем и ночью. Субтитры создавал DimaTorzok Итак, следующее наше устройство – это RoadGit Optima стоимостью 185 долларов, либо же 16 долларов. 16 650 российских рублей. Ну что, начинаем нашу распаковочку. Это устройство немного дороже, чем предыдущее. Но здесь мы получаем небольшой закос под лакшери. Посмотрите, как на магнитике открывается коробочка. Что в комплекте? В комплекте идет регистратор. Причем, регистратор идет не просто в пакетике, да, а еще упакован вот такой вот штукой, да, для того, чтобы он никак не повредился. Сразу видим надпись. Светочувствительный сенсор Sony IMX 307. Детекция всех типов камер RF и СНГ без ложных срабатываний. Управление записями и обновление баз камер через Wi-Fi. Интересно. Поехали дальше. В комплекте идет шнур питания, присоска, тряпочка для протирания, переходник для microSD и инструкция по эксплуатации. Родгит Optima выглядит скромно и компактно. Корпус целиком черный, без малейшего намека на хром, который блестит на солнце и привлекает внимание. Это устройство крепится к стеклу с помощью присоски. Экран небольшой, 2,31 дюйма по диагонали, зато все кнопки на лицевой панели. Видео снимает модуль Sony IMX 307, тоже не самый новый, но более светочувствительный, чем 323. Характеристики записываемого видео все те же 1080 на 1920 30 кадров в секунду. Есть функция расширенного динамического диапазона. Угол обзора 135 градусов. У этого регистратора есть Wi-Fi, есть приложение для смартфонов. Через приложение можно просматривать видео, также изменять настройки регистратора, также обновлять ПО и также обновлять базу стационарных камер, что избавляет от надоедливой рутины приносить на регистратор обновления на флешке. А вместо привычного аккумулятора здесь используется суперконденсатор. Это одна из тенденций современности. Суперконденсаторы не теряют емкость в сильный мороз либо в жару и служат в три раза дольше, чем литий-полимерная батарея. Ну что, погнали, посмотрим, на что он способен. Аж очень интересно. Ну что, второй участник – RoadGate Optima. Из каких-то минусов, которые замечаются, это крепление на присоске, и оно не магнитное. В остальном же здесь кнопок «Минимум». Они все видны. Вот сразу смотришь на них, все хорошо. И менюшка интуитивная. То есть, вы понимаете, что если несколько раз вы нажимаете на меню, вы меняете настройки, а вот этой кнопочкой «ОК» вы просто заходите в какой-либо пункт меню. Ну, все доходчиво. Поехали посмотрим, на что способен этот малыш. Вот RoadGate Optima не зря называется «Оптима». Ну, как бы типа оптимальный. То есть он без каких-либо излишеств, да, но по функционалу. У него и обновление бас-камер ежедневно. Затем у него есть Wi-Fi, затем у него есть приложение. То есть, вернее, не у него, а для него есть приложение. Ну, в общем, ну, можно сказать, это такое более-менее оптимальное устройство за свои деньги. До камеры у нас сейчас 2,2 километра. О, камера. Ну, она ее заметила. 318 метров получилось. Ну, по Яндексу 340 метров. При приближении к камере это устройство нам сообщило, то есть на экране появился значок со скоростным режимом, то есть там типа не более 90 километров в час. Ну, и плюс голосовое сообщение. Значит, сейчас вы увидите качество съемки этого регистратора ночью, качество съемки этого регистратора днем с ВДР и качество съемки днем без ВДР. Итак, следующее устройство, Дао Кам Комбо. Стоимость такая же 185 долларов, либо же 16 650 российских рублей. Итак, начинаем нашу распаковочку. Что хотелось бы отметить, когда открываешь этот видеорегистратор, то как будто бы открываешь какие-нибудь часы, причем даже не дешевые. Значит, что у нас в комплекте? Есть сам регистратор и затем куча-куча-куча всяких ништяков. Монтажный набор, затем магнитное крепление, то есть оно, кстати, очень удобное. Дальше подробнее о нем расскажем. Затем переходник для флешки, тряпочка, CPL-фильтр, также кабель питания, кабель для камеры заднего вида, инструкция по эксплуатации и есть даже чехол. Ну и плюс дополнительный двухсторонний скотч, если вдруг первый закосячите. Как я уже сказал, в комплекте поставки есть CPL-фильтр. Это вращаемый поляризационный фильтр. Такие штуки популярны у видеографов, они убирают отражение, то есть вращая фильтр можно добиться исчезновения бликов, которые могут присутствовать на лобовом стекле. И еще в яркий солнечный день CPL-фильтр действует как солнечные очки, грубо говоря, приглушает пересветы для видеосенсора. И, кстати, это устройство поддерживает запись со второй камеры. А теперь обратите внимание на вот это вот крепление. Вместо присоски используется двухсторонний скотч, с его помощью кронштейн крепится к лобовому стеклу, провод питания вставляется в кронштейн, сам видеорегистратор на магнитах фиксируется на кронштейне. Обратите внимание, что у такого кронштейна нет степеней свободы. В горизонтальной плоскости регистратор не вращается вообще, зато быстро и просто снимается. На лобовом стекле остается только кронштейн. По характеристикам Daocam Combo напоминает устройство RoadGit Optima. Та же самая матрица Sony IMX307 с таким же качеством видео, только угол обзора здесь 170 градусов. Есть Wi-Fi, приложение для смартфонов вместо АКБ, суперконденсатор. Радар-детектор, естественно, сигнатурный. Экран крупнее 3 дюйма, но кнопок вокруг него, то есть на лицевой панели, нет. Ну что, посмотрим, на что он способен. Значит, смотрите, очень похожее меню, как у RoadGit. То есть, не меню, а расположение кнопок. То есть, здесь слева кнопочка меню, здесь ОК слева и здесь стрелочки. То есть, как там, только по бокам. Значит, если мы смотрим на меню, то меню тут более красочное. Да, то есть, ну, графика так получше. А в принципе, принцип работы выбора по меню и стрелками абсолютно тот же. Ну, плюс здесь есть еще CPL-фильтр. Мы сейчас вам заснимем и покажем качество без CPL и CPL. Ну, и вы сами решите, зачем он вам нужен. Ну что? Поехали. До камеры 1,5 километра. Это устройство увидело камеру в спину примерно на 600 с чем-то метров. Там показывало 620, что-то такое. Оповестило нас. То есть, есть достаточно времени, чтобы принять конкретные меры. То есть, есть и звуковой сигнал и визуальный. А сейчас мы поставим CPL-фильтр и затем вам покажем наглядную разницу. Итак, переходим к осмотру и тестам следующего устройства Silverstone F1 Hybrid S-Bot. Цены начинаются от 205 долларов, а это на сегодняшний день 18 450 российских рублей. Ну что, начинаем нашу распаковочку. Ну, здесь по ощущениям все намного попроще. Значит, в комплекте сам регистратор, затем инструкция по эксплуатации, еще какой-то талончик. Далее идет присоска, переходник для флешки и кабель питания. Все достаточно просто по сравнению с предыдущими двумя участниками. Это устройство более громоздкое, что, наверное, обусловлено трехдюймовым дисплеем. Кнопки есть слева и справа от экрана, а также на его рамке. Крепление, присоска. Матрица та же самая, Sony IMX323. Она снимает Full HD с частотой 30 кадров в секунду. Угол обзора 135 градусов. Резервный источник питания — литий-полимерное АКБ. База расположения стационарных камер обновляется ежедневно. Wi-Fi нет, приложения нет, что для телефонов, что для компьютеров. Этот радар сигнатурной технологии заявлено антенна рупорного типа, а она более чувствительная. Ну что, переходим к тестам. Пожалуйста, пристегните ремень безопасности. Если говорить о первых ощущениях, то создается такое ощущение, что вот это устройство прямо из прошлого, потому что выглядит оно громоздко. Форма у него не такая, как у современных видеорегистраторов с радар-детекторами. Вот у меня что-то похожее было в 2008-2007 году. Если говорить о менюшке, то в принципе, здесь логика такая же, как и у предыдущих регистраторов. По крайней мере, у предыдущих двух. Есть одна кнопочка меню, затем мы идем в настройки самого детектора, потом идем в настройки камеры, ну и так далее. Соответственно, есть кнопки перемещения по меню. В принципе, все логично. Камера через 1500 метров. Это устройство обнаружило камеру за 430 метров, то есть результат на 200 метров плюс-минус хуже, чем РОДГИД и ДАОКАМ. Ну, такой себе результат. Ну, а теперь оцените качество ночью и днем. ВДР здесь включается автоматически. Переходим к следующему устройству. РОДГИД X9 ГИБРИД. Прям как стихи. Стоимость 21 150 российских рублей, либо же 235 долларов на сегодняшний день. Ну что, начинаем нашу распаковочку. Ну, здесь упаковка также открывается приятно, как и у прошлого устройства РОДГИД. В комплекте сразу открываем, видим регистратор. Вот как он выглядит, да. И даже уже сразу мы его достаем и по цвету, и на ощупь пластика уже тут есть какой-то закос под что-то лакшери. Далее очень много ништяков. Ну, поехали. Это провод для камеры заднего вида. Затем кабель питания. Затем крепление. А крепление у нас здесь и присоски, и на двусторонний скотч. Далее сама камера заднего вида уже идет в комплекте. Монтажный набор и затем переходник для флешки. Затем, ну, инструкция по эксплуатации, как и везде. Чехол и тряпочка. РОДГИД X9 повторяет модель Optima. Видео записывает Sony IMX307, Full HD и 30 кадров в секунду. Угол обзора 170 градусов. Есть VDR. Можно на минуточку, кстати, надеть CPL-фильтр. Есть Wi-Fi. Есть приложение для смартфона. Резервное питание от суперконденсатора. Базы данных обновляются ежедневно. При этом производитель сообщает, что в базу камер для этого устройства входят еще и карты Европы, Казахстана, Узбекистана, Грузии и Армении. Вот так вот по красоте! У этого регистратора есть интересные особенности. Во-первых, в комплект входит вот такая вот камера заднего вида. Ее нужно установить сзади на автомобиле, а изображение может транслироваться на дисплей регистратора. Также эта камера может постоянно снимать, что происходит сзади автомобиля. Ну а затем посмотрите, если вам вдруг кто принял бампер. Во-вторых, кронштейн регистратора может крепиться к лобовому стеклу с помощью двухстороннего скотча. Кстати, есть еще запасной двухсторонний скотч, если вдруг что-то не срастется вот с этим. Затем есть еще присоска. Ну а вот этот кронштейн крепится к регистратору через вот такое крепление на магните. Затем вы просто берете регистратор, снимаете, ну там можете в бардачок либо забираете домой. Очень удобно. Но интересная особенность, что степени свободы для регулировки тут максимальные. Можно вращать устройство на 360 градусов в горизонтальной плоскости. В общем, за вменяемые деньги вы получаете много, много, много добра. Ну что, погнали тестить. Визуально RoadGate X9 Hybrid, как я говорил, выглядит более премиальным, нежели RoadGate Optima. Здесь же, по меню, в принципе, примерно та же самая логика, вернее даже не примерно, а та же самая логика, что и в RoadGate Optima. Но выглядит этот регистратор, ну, премиальный. И у него есть CPL-фильтр. Ну, давайте посмотрим, на что он способен. До камеры 900 метров. Ну, вот совсем другое дело. Камера в спину 665 метров на 90. Ну, достойный результат. Ну, а теперь посмотрите качество записи днем, ночью и днем с CPL-фильтром. Итак, переходим к обзору устройства под названием Neoline XCOP 9200. Цена – 300 долларов или 27 тысяч российских рублей. Интересно, что же предлагают за такие деньги? Ну что, начинаем нашу распаковочку. Ну, такая солидная упаковка, тоже на магнитике. Достаем и тут устройство у нас в чехольчике. Вот, и прям, ну ничего так, дорого. Далее идем. У нас несколько книжечек, гарантийный талон. А что у нас здесь? Ох, очень неудобно достается, рвется коробка. А здесь у нас, я так понимаю, кабель питания. СПЛ-фильтр. Магнитное крепление. Ну и, наверное, что-то для монтажа. Диагональ дисплея 2 дюйма, 4 клавиши расположены по обе стороны от него. Neoline XCOP 9200 может записывать видео с разрешением Super HD. Это 2304 на 1296. Но этим занимается устаревшая матрица OmniVision с процессором Umbrella A12. Эта пара появилась очень давно. Мы скоро увидим, актуальны ли они в 2023 году. Угол обзора 135 градусов. Резервное питание от АКБ. База данных для СНГ обновляется еженедельно. Есть отдельная международная база радаров буквально по всему свету. Wi-Fi не предусмотрен. Сразу отметим, что производитель обещает максимально чувствительный радар-детектор, который может заметить радары за два с половиной километра. Но скажем, что сигнатурной технологии у этого радара нет, поэтому можно ждать ложных срабатываний. Кронштейн крепится на лобовое стекло на двухсторонний скотч. Устройство крепится к кронштейну с помощью магнита. Нет никаких регулировок в горизонтальной плоскости. Ну, а сейчас поехали тестить. Чисто внешне визуально бросается в глаза очень маленький экран. В остальном кнопки все интуитивные. То есть набираем, нажимаем, стрелочками двигаем, и вот в конце действия нажимаем вот такую кнопку, которая напоминает клавишу Enter на компьютере. Ну что, посмотрим, на что он способен. Уже не будем говорить, через сколько камера, потому что мы ездим по одним и тем же, поэтому камера скоро. 500 метров он увидел камеру. Ну, в принципе, результат неплохой, но не 660, как наши лидеры. Ну, а сейчас посмотрите качество видео съемки днем и ночью. Ну что, осталось последнее и самое дорогое устройство. 330 долларов или 29700 российских рублей. Давайте посмотрим, что мы получаем за эти деньги. Ну итак, начинаем последнюю на сегодня распаковочку. Что мы видим сразу? Руководство пользователя, само устройство, оно такое увесистое, довольно-таки громоздкое. Далее, картридер, устройство питания, кронштейн и также устройство питания для скрытой проводки. Оптический модуль самый совершенный. Sony Starvis AMX 335, который записывает видео разрешением до Quad HD 2560 на 1440. Угол обзора 135 градусов. Есть Wi-Fi, есть приложение для смартфона, резервное питание от ОКБ, радар сигнатурный, база радаров для СНГ и Прибалтики обновляется еженедельно. Видеорегистратор «Инспектор Atlas» оснащен электронной картографией E-Map, с помощью которой устройство определяет местоположение автомобиля и соответствующим образом изменяет чувствительность радара для города или для трассы. Как я уже говорил, устройство достаточно громоздкое и имеет дисплей диагональю 3 дюйма, кнопок практически нет, потому что дисплей сенсорный. Кронштейн крепится к лобовому стеклу с помощью двустороннего скотча, крепление к устройству на магнит и есть регулировка в горизонтальной плоскости. И еще в этом устройстве есть два слота для карт памяти. При необходимости можно с одной карты перекинуть видео на другую карту и отдать это видео заинтересованным лицам. Ну что, давайте посмотрим, на что способен «Инспектор Atlas». Сразу скажу, что отличие вот этого устройства от всех остальных по управлению очевидно, потому что здесь есть сенсорные кнопки. Если во всех остальных кнопки физические, то перебрав все остальные, только что протестив, я уже плюс-минус привык к их интерфейсу, и там все логически и одинаково. А вот здесь же надо разобраться. Но, я думаю, когда вы купите такое устройство, установите его, будете пользоваться им долго, то ко всему привыкнете. Ну что, поехали! Контроль в спину. Опа! 660 метров. Неплохо, как RoadGate X9. Ну да, у нас есть определенные лидеры. Четкое оповещение. 90 км в час. Камера в спину. Ну, а теперь посмотрите качество видео днем и ночью. Ну, а сейчас пора подвести итоги и составить рейтинг топ регистраторов с радар-детекторами 2023 года. Итак, поехали! Два самых дорогих устройства Neoline и Inspektor Atlas совершенно разные. Neoline на сегодняшний день не впечатляет функциями, а вот Inspektor Atlas впечатляет. В нем есть все, что нужно. Единственное, что камеру заднего вида к нему подключить нельзя, но цена у него наивысшая. Объективно, лучшее соотношение цены и качества – это у обоих устройств RoadGate и у устройства Daocam. В них все хорошо, добротное качество записи видео, отличная чувствительность радара, широкий функционал вместе с приложением для смартфона. И все это по приемлемой и довольно-таки средней цене. Ну, лично для себя я, наверное, выберу вот этот X9 Hybrid. Далее идем. Silverstone F1 и MiView i88 снимают видео качеством ниже и не имеют приложений для смартфона. Ну, вот такой вот рейтинг у нас сегодня получился. Если вам он понравился, обязательно напишите об этом в комментариях. И если вы хотите, чтобы мы сняли еще какие-нибудь рейтинги, напишите и об этом. Какие бы устройства вы бы хотели видеть в рейтинге на нашем канале. Ну и нам обязательно нужна ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик. Не забудьте обязательно написать комментарий и поделиться этим видео в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг».